друзья всем привет продолжаю заниматься 676 кто следит за каналом помнит изготовление этих роскошных штурвалов на 676 всего я сделал две штуки вот у меня даже есть заготовка на 3 не успел сделать пока ну и хорошо все что не делается все к лучшему почему после установки суппорта у меня уже была возможность погонять туда-сюда попробовать штурвал в работе все зазоры выставлены и могу сказать что размера данного штурвала здесь явно недостаточно неудобно пользоваться довольно таки большое усилие нужно прилагать это еще с учетом что здесь не стоит клин так что сегодня займусь новой задачей попробую сюда разработать новый штурвал больших размеров габаритов и хотелось бы иметь удобный зацеп также есть идея убрать ручку и сделать ее съемную то есть когда нужно чтобы она быстро вставлялась сделал быстрые обороты поднял суппорт и потом вытащил ручку для безопасности хочется сделать чтобы был постоянный зацеп муфты то есть чтобы не было здесь пружины потому что как мне кажется очень неудобно этим пользоваться попадать потом придерживать еще нужно придерживать и крутить в общем сегодня эту задачу постараемся решить думаю ни для кого не секрет что 3d принтеры очень плотно вошли в нашу повседневную жизнь наверное уже у каждого самодельщика есть дома ну либо в мастерской такой помощник на них можно печатать уникальные детали своей разработки как уже готовы из пластика так потом с них снимать форму и отливать из металла в общем вещь незаменимая я считаю из моей руки прошло большое количество принтеров делал на них качественные обзоры но в основном это принтеры были довольно таки больших габаритов меня домой с принтерами таких размеров просто не пускают у меня на столе стоит принтер flyber год 6 и специально для тех у кого такая же проблема у кого не хватает места дома сегодня принтера той же фирмы еще меньше как всегда подробнейшим образом все вам расскажу и покажу поехали и всегда я начинаю с того что показываю как принтер упакован потому что считаю что это очень важно чтобы ваш принтер доехал до вас в целостности и сохранности насколько я вижу принтер упакован очень хорошо в принципе он практически собран останется прикрутить стойку вся сборка я думаю займет минут пять сначала устанавливается крепежная пластина после чего на свое место идет стойка она крепится двумя винтами сбоку и двумя более мощными винтами снизу угол 90 градусов обеспечивает боковой прижим после выставления стойки можно зафиксировать крепежную планку почти готово теперь мне остается установить вуфту соединяющую шаговый двигатель и ходовой винт устанавливаю держатель для пластика легким движением руки вставляем тефлоновую трубку и наш маленький помощник наш маленький летающий медведь собран перед вами самый бюджетный и самый малогабаритный принтер из линейки фирмы flying beer называется он и 1 2 с областью печати 190 на 190 и высота 190 миллиметров кинематика у принтера прюша или в народе по-другому называется дрего стол движение по осям x и y осуществляется по линейным направляющим а по оси z ролики ходят по алюминиевой направляющей из недостатков вижу что нету датчика обрыва филамента но зато помещается стандартная килограммовая катушка с пластиком запускаю принтер экран цветной сенсорный как на всех летающих медведях как на всех последних моделях установлен direct экструдер забыл показать что еще есть комплекте весь необходимый инструмент для сборки принтера небольшое количество пола пластика подробная инструкция далее стандартный инструмент кусачки стилус пинцет также флэш-карта на 4 гигабайта и игла для прочистки сопла стол выполненный закаленного стекла а вот этим винтом регулируется концевик по оси z стол выставляется стандартным способом для этого снизу стала есть четыре регулировочных винта слайсер кура принтер добавляется вручную следуя инструкции на это потребуется буквально 10 минут ввожу первичный g-код для дополнительной проверки стола я всегда по своему опыту печатаю прямоугольник который разрабатываю во фьюжн 360 который примерно соответствует размерам стола и если что-то не так я на ходу прям добавляю или убавляю пока что уровень звука приемлемый не тихо но и не громко кстати сегодня купил новый пола пластик и показываю один из недочетов уже получается катушка просто стоит на столе а не висит на кронштейне получается вот это стандартная катушка у меня была маленькая и пару слов хочу добавить про габариты в рабочем состоянии принтер занимает гораздо больше габариты вы видите насколько выезжает стол вперед и на такое же расстояние такое же расстояние ему нужно с обратной стороны принтера уровень стола проверил и предлагаю посмотреть как печатает принтер прямо с коробки напечатывают тестовый кубик так друзья вот такой у меня кубик получился в принципе достойно практически нет волос есть небольшое эхо ну можно сказать напечатал на четверочку в принципе качеством я доволен а теперь постараюсь напечатать большое на маленьком принтере новый штурвал для 676 фрезера я разделил на четыре части и потом склею воедино посмотрим что получится как тебе мега поддержка моя друзья не досмотрел здесь можно печатать это все в принципе вообще без поддержек просто как-то угол там стоит какой-то минимальный в настройках наверно градусов 50 60 но что-то она здесь поддерживает я она даже не притягивает до угла закончил она уже все основная основная без нее не получится ну в принципе в принципе мне остался только шпиндельная бабка чё как думаешь ревизию делать здесь подшипник раз я уже везде делал до готова напечатал все четыре сегмента на это у меня ушло два дня один я уже даже пытался обрабатывать шлифовать сейчас выровняю плоскости склею немножко токарки и будем пробовать на суппорте макет как удобно неудобно итак вот что у меня предварительно получается такой размер у меня в токарный не влазит попробую сейчас пойти к игре попросить расточить вклеить туда втулку и попробуем уже потестировать насколько удобно насколько удобен этот штурвал в работе и так господа вклеил я временно соединительную муфту давайте протестируем о очень удобно пока не знаю где этот штурвал будет стоять либо здесь либо на этом месте идея вообще такая чтобы не было ручки либо ручка была на магните очень неудобно на пружине соединительную муфту попадать ну лично мне так кажется хочется что все время был зацеп а для безопасности чтобы ручкой не намотала ничего ее можно как-то съемную сделать ну посмотрим по эксплуатации как будет удобно очень удобно крутить прекрасный зацеп как руль настоящий штурвал в одной из следующей серии мы обязательно отольем этот штурвал из алюминия по новой технологии отольем из металла думаю будет интересно так я доволен друзья если вам понравилась моя разработка и будет полезно ссылочку на стл файл этого штурвала я оставлю в описании под видео может вам захочется повторить сделать себе такой же пару слов про принтер естественно он имеет свои как плюсы так и минусы из плюсов неоспоримая эта цена сейчас он стоит около 14 тысяч рублей на алиэкспресс маленькие габариты удобный интерфейс direct extruder из минусов естественно не хватает жесткости этому принтеру из-за этого если печатать на больших скоростях как я явно выраженное эхо если хотите большего качества нужно печатать на более низких скоростях не хватает датчика обрыва филамента но все это можно докупить поставить конструкцию нужно немного переделывать под большие катушки ну в общем соотношение цена-качество я считаю приемлемо и на этом принтере можно работать даже печатать вот такие огромные модели вот таким способом то есть принтер имеет место быть кому захочется приобрести ссылочку обязательно оставлю в описании под видео но у меня на сегодня все всем пока друзья скоро увидимся